Приветствую вас, просчитал ваш вопрос и буду его разбирать, постараюсь подробно ответить на все поставленные в вашем тексте вопросы, постараюсь ответить на все вопросы, которые вы озвучили и постараюсь дать вам какие-то рекомендации, но это уже по ходу разбора самого текста будет. Значит, первое, с чего мне хотелось бы начать, то есть я пойду по хронологии вашего текста, то есть вы начинаете с того, что пишите. Значит, вот вам подготовил Штива для Монгольского вечера или Нью-Йоркского дня. Кстати, вот именно в вашей интерпретации, как вы это написали, Штива звучит, ну я бы сказал, наверное, как... защитная реакция, на самом деле. Вот. Да? То есть, Штива звучит, как такая вот своеобразная защитная реакция с целью нежелания, ну может быть, признать, что у вас проблемы, либо неуверенность в том, что у вас проблемы, либо просто отсутствие, например, отсутствие, допустим, такой важной, на мой взгляд, привычки, как разговоры о своих чувствах. То есть, вы, вообще-то говоря, не привыкли говорить о своих чувствах. Вы не привыкли говорить о себе. Вероятнее всего. И отсюда ваша такая вот защитная реакция. Потому что отсутствие, отсутствие способности к рефлексии, это уже не важно, способность, отсутствие способности давать себе отсчет, о том, значит, что происходит с вами. Это очень серьезное проявление того, что вы, ну, вообще-то говоря, многие вещи относительно себя не осознаете. Даже просто не осознаете. Даже просто не осознаете. Вот не привыкли вы ориентироваться на свои чувства. А привыкли вы ориентироваться на некие внешние факторы. На дом, на автомобиль, на какие-то достижения, на участок и так далее. Даже работа у вас подчинена какой-то цель. То есть, когда цель есть, вы работаете. Когда цели нет, вы, соответственно, не работаете. Но ведь это получается, что у вас не любимое дело. Для того, чтобы расти, для того, чтобы вам расти, как профессионалов, не нужно никакой стимулы извне. Не нужны никакие достижения, потому что профессиональная деятельность, она ведется изначально не ради денег. Профессиональная деятельность изначально ведется ради того и потому, что вам нравится то, что вы делаете. Вам это доставляет удовольствие. Вас это вдохновляет. Понимаете? Для этого нужно изначально было прислушиваться к себе, к своим мотивам. У вас этого не происходит и, соответственно, такая вот проблема имеет место быть. Почему она? Я скажу. Обязательно научить поиск. Значит, 29 лет, пишите вы, я жил с редкими перерывами, затяжной апатией, депрессивными настроениями и тревожностью. Ну, давайте сразу здесь скажем так. Апатия. Это внутренний конфликт мотивов. То есть, если вот иллюстрировать то, что я говорю, то это своего рода столкновение, центробезных сил в одном человеке. Когда сил несколько, то есть вот, ну, неких, 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 таких давлений на вас извне несколько, а вы один. И справиться с этими центробезными силами вы, конечно, не можете. У вас нет такой возможности справиться с ним, потому что их много. Их больше, чем одна. А так быть не должно. Опять же. Апатия – это состояние, когда нас как бы разрывает изнутри. Противоположные влечения. Противоположные желания. Да? Противоположные цели. И так далее. Вот возникает вопрос. А как могут быть цели и желания, да? Как они могут быть противоположными? Ну, такой вот, на мой взгляд, логичный вопрос. Как могут быть цели противоположными? Ведь это же мои цели. Ответ такой. Какие-то цели действительно ваши. А какие-то цели не ваши. Какие-то цели, они, сгоре всего, ваших родителей. Либо вашего окружения. Либо общества. То есть, какие-то установки, которые есть у вас. Установки, внедренные, скажем так, вас, окружающими людьми, вступают в противоречие с вашими собственными желаниями. И, в итоге, получается, что вы впадаете в опрацию, потому что вы не можете свои желания удовлетворить, потому что им противостоят цели как раз-таки общества. И общество, вы тоже не можете удовлетворить, желания и цели общества, вы тоже не можете удовлетворить. Ну, общество это такое, знаете, собирательный немножко пример. Потому что они противоречат вашим желаниям. И получается, что здесь ключевой момент. Какой? Вот какой здесь ключевой момент? По-вашему, как вы думаете? Здесь ключевой момент в том, что вы допускаете конкуренцию мотивов. То есть вы считаете, что общественные взгляды, которые, ну, скажем так, имеют место быть, они достойны того, в ваших, ну, в ваших глазах, например, они достойны того, чтобы иметь равное положение с тем, чего хотите вы сами, лично вы. И вот почему вы так думаете, почему вы считаете, что не ваши цели и желания, не ваши потребности имеют равное положение, с определенными вашими, лично, и является первым важным вопросом, который нужно возобрать. Это может быть совесть. Очень легко. Это может быть совесть. Это может быть чувство вины. Это может быть не ваша ответственность. То есть, когда вы чувствуете, что вроде бы как вы ответственны, но эта ответственность, она не ваша. на вас ее взяли и навесили. Кто? Кто навесил? Ну, родители, например. Например, общество, окружение, друзья, может быть. Может быть, какие-то культурные ценности и идеалы, которые вы посчитали важнее, чем свои собственные желания, а собственные желания вы, соответственно, предпринизили, ну, по-другому не могли. То есть нельзя позволить к культурным ценностям других людей общественным ценностям, если они вступают в противоречие с вашими. Нельзя при этом свои ценности не обесценить. Нельзя себя не обесценить. И одно дело, если вы понимаете, что это неправильно, то, чего вы хотите, да, например, вы хотите, скажем, ограбить бабочку. Вы этого не делаете, вы понимаете, что это неправильно, что это аморально, что за этим последует как бы наказание, да. И вы обесцениваете себе эту установку. Но ситуация куда сложнее, если нет вреда, какого-то вот конкретного вреда нет от того, что вы, например, хотите. Потому что, ну, вы вреда не видите, вы вреда не видите, ну, и сделать не можете то, чего вы хотите. И отсюда, конечно, возникает апатия. Далее, значит, депрессивное настроение. Депрессивное настроение – это уже ваши собственные негативные установки. Конечно, нельзя говорить о депрессии как таковой, но о наличии депрессивных, о наличии негативных установок говорить можно. То есть, наличие… А что такое негативные установки вообще? Это деструктивные взгляды, деструктивные переживания по поводу тех или иных, опять же, ситуаций жизненных, тех или иных культурных ценностей. Вот. Это негативные переживания по отношению к тем или иным культурным ценностям. Вот что такое негативная установка. То есть, есть определенная ценность культурная, например, успешность. Ну, допустим, допустим. И вот вы понимаете успешность так, как вы ее понимаете. То есть, у вас отношение к этой ценности такое. А реализовать свое понимание вы не можете. И возникает ощущение, что вы не соответствуете этой ценности. А не соответствовать этой ценности не хочется. Потому что она для вас важна. И если ее не реализовывать как-нибудь, то вы чувствуете себя аутсайдером. Чувствуете себя ненужным, никчемным. Там и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Далее. Что касается привозности. То привозность – это нежелание менять привычный образ жизни. Привычный распорядок жизни. Тривозность – это нежелание менять свою модель поведения, ну, хотя бы в соответствии с меняющимися условиями. То есть, это такая потребность – всегда, везде, в любой ситуации действовать по одному и тому же принципу, по одной и той же схеме. Это не работает, естественно, потому что нельзя одну и той же модель поведения использовать во всех ситуациях. И у вас тривозность. Вопрос в том, почему вы не готовы менять свое модель поведения. Либо вы чего-то боитесь. То есть, боитесь, например, неудачи. Страх неудачи. Тогда, правда, возникает вопрос – а неудачи для вас – это что? Как вы их воспринимаете, неудачи? Какое у вас отношение к неудаче в целом? И самое главное – откуда оно взялось? Когда отношение к таким вот вещам формируется в детстве. Как правило. И можно говорить о том, можно говорить о том, что то, как вас воспитывали, например, ваши родители, как они давали вам понятие удачи и неудачи, понятие успеха и неуспеха, существенно повлияло на то, как вы воспринимаете неудачи и неуспех сейчас. И вот этот момент, он тоже прорабатывается, он тоже анализируется, почему родители вам именно такую установку дали или давали. Почему родители, ну если я прав, хотели, чтобы вы обязательно были только успешны? Какие ценности ими двигали? И почему вы разделили их ценности? То есть, почему разделили ценности – это понятно, вы были ребенком и у вас не было выбора. Но вам это вредит. А это значит, что отношение к этому нужно менять. И то, как воспитывали вас ваши родители, не является правильным. Я вам больше скажу. И максимализм. И перфекционизм – это следствие нарциссического типа личности. Нарциссический тип личности – это когда человека все время стимулировали быть лучше всех. Постоянно сравнивали его, например, с другими людьми. Постоянно. Постоянно говорили, вот ты должен быть вот таким. Ты должен быть вот именно таким. Ты должен быть лучше, ты должен быть там, каким-то еще. И так далее, и так далее, и так далее. И человек вырастает именно такой тип личности. Который что делает? А, ну, вообще, вообще, изначально. Человек старается быть лучше всех. Да, он пытается быть лучше, лучше всех. Хочет, чтобы у него было все. По максимуму уходит, чтобы у него было все самое лучшее, и так далее, и так далее, и так далее. Но. В действительности. Такой человек обесценивает себя. И переоценивает окружающего. Ведь он ориентируется только на внешние ценности, не на свои. и к себе прислушиваться. Такой человек не привык. И внутри него ничего нет. Ну, мы говорим про духовный уровень. Внутри человека, в духовном плане, нет ничего. Нету своих ценностей, своих убеждений, своего мнения даже нет. Потому что, ну, ага, откуда мне не взяться? Если все время говорили только, что ты должен быть таким, делай как он, ты миск тому-то, и так далее. Откуда взяться своему мнению? Неоткуда. И именно поэтому, именно потому что, вот, вы, скорее всего, именно такой тип, у вас и возникла эта проблема. Проблема максимализма и проблема перфекционизма. Что объединяется, в принципе, одним, да, это нарциссизм. И здесь работа, как вы, наверное, уже догадались, здесь работа видится мне вот в этом вот определенном направлении. То есть, значит, приведению к равенству, а желательно и к перекосу своего личного по отношению к общественному. Естественно, без конфликтов и без, значит, обесценивания общественного, потому что с общественным нужно считаться. С общественным нужно, ну, на него оглядываться нужно, все-таки мы живем в обществе, и, соответственно, живя в обществе, мы должны следовать его законам. Но следуя его законам, это не значит, что мы должны быть рабами общества. Вот у меня, например, сложилось такое ощущение, что вы раб, это я так, образно выражаю, раб материального. Машина, отдых, там, все дела. Ничего духовного я не увидел. Ничего связанного с развитием вашим я не увидел. Это плохо. Но это нормально для вас. Далее. Далее. Осознал, что эту проблему надо решать. Спустя полгода, сегодня, как мне кажется, позна причину данных симптомов. Ну, смотрите, вы пишите, с 29 лет, с редкими перерывами, я жил вот так, апатией, там, депрессивными состояниями, прочим, 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 да? И тут же вы пишите, в 29 осознал, что эту проблему надо решать. То есть, если вы либо ошиблись и вы жили до 29 лет, либо с вами это произросло, вот именно, когда вам исполнилось 29, какие-то события произошли, что вы стали испытывать такие, такие состояния, вот. Вообще, конечно, надо бы изначально вообще определить, чего все началось. Когда вы первый раз почувствовали подобные симптомы, когда они начали проявляться, по поводу чего они начали проявляться, и что мешало вам, что помешало вам, точнее, ну, как-то это вот отрефиксировать, выразить, выговорить. Далее, значит, по моему мнению, это связано с моим максимализмом и перфекционизмом, которые натыкаются на прекрастинацию, боясь нового, непривычного, нерешительного. Так, ну, у вас здесь, конечно, термины изобилуют, я бы сказал, да? Максимализм, перфекционизм, прекрастинация. Это все очень здорово, но это ярлыки. То есть вы навешиваете на себя ярлыки сейчас. По поводу максимализма и перфекционизма я вам уже сказал. Насчет прекрастинации. Конечно, прекрастинация это серьезное довольно-таки состояние, не сказал бы, что болезнь, но состояние. Связана она с мотивацией, естественно. Ну, а мотивация, естественно, связана со всем тем, о чем я говорил ранее. Но, знаете как, если вы постоянно определяете к себе завышенные требования, вот, постоянно у вас завышенные к себе требования, то, естественно, у вас будет прокрастинация, потому что, как бы, требования выше, чем ваша объективная способность эти требования удовлетворить. Знаете, если бы приведу вам такой пример, немножко банальный, примитивный, наверное, но, опять же, отвергать, чтобы вы поняли, да, как можно лучше данную ситуацию. Вот представьте себе, что, например, я, допустим, даю себе установку, ну, например, допустим, даю себе установку обслужить или, скажем, проконсультировать, ну, сколько, ну, скажем, 20-30 клиентов в день. Вот 30 клиентов в день. Подряд. Без перерыва. В рабочее время. Потому что не в рабочее я этого сделать не могу. Допустим. И все. Ни шагу назад. Вот ни шагу назад, и все. И, вы знаете, ну, я полагаю, я полагаю, не нужно быть предсказателем, чтобы понять, что со мной будет. Я не справлюсь. У меня не получится. И это будет заставлять меня отодвигать ну вот, то, что я делаю. Да, это будет заставлять меня отодвигать свои дела. Это будет заставлять меня как-то стараться отложить свои дела. Потому что, потому что я знаю, что я не справляюсь. Я знаю, что я не в состоянии с этим справиться. то есть, что получается. А получается ситуация, что задача, которую мы ставим себе, ну, является явно большей, более серьезной, чем мы можем выиграть, чем мы можем адекватно справиться. Я всегда прокрастина, что и в вашем случае я думаю, что то, что нужно, это просто снизить свои потребности, снизить требования к себе, сделать их более адекватными. Подумать, а вообще, откуда требования собственно образуются? Мои ли это требования? Действительно ли это то, чего хочу я? Сам. Не стремлюсь ли я, например, кому-то что-то доказать? Не стремлюсь ли я там, там, показать себя с какой-то стороны опять же и так далее? Потому что очень на это похоже. Очень похоже, что вы пытаетесь тащить на себе груз, который вам не по силу. Ну вот, не по силу вам этот груз, который вы пытаетесь тащить на себе. А вы пытаетесь его тащить. И в этом случае, в этой позиции, конечно, ни одна из целей, которые вы себе будете ставить, кроме вот совсем уже такой актуальной для вас, кроме совсем уже такой важной для вас, и, как я думаю, как я думаю, выполнимой. Не будет ни одна из этих целей вам принадлежить удовольствие. Это невозможно. Невозможно получать удовольствие от того, что вы понимаете, как груз, как дань, как необходимость, как обязан. Так это не работает. Поэтому в вашем случае я опять же про мотивообразующие тенденции хотел бы поговорить именно про то, как у вас образуются мотивы, чем руководствуетесь вы при их образовании, где вы, а где, собственно, другие люди во всем этом. То, что другие люди в этом есть, я не сомневаюсь. Нужно просто понять, где они именно. Так, боязнь нового, непривычного, нерешительного. Ну, боязнь нового и непривычного это опять же страх неудач. Об этом я говорю. Нерешительность, ну, нерешительность это, знаете, очень такой абстрактный, как мне видится, термин. потому что, ну, что такое нерешительность? Да, вот, я не могу решиться. Почему я не могу решиться? Ну, либо я боюсь, правильно, либо я боюсь, либо я не уверен в себе. если вы не уверены в себе, то это, соответственно, означает для вас работу в этом направлении. Направление изменения отношения вообще к себе. формирования более адекватного представления о себе. Как? Ну, давайте я вам сразу дам это упражнение. Значит, что вам нужно сделать на первом этапе? на первом этапе вам нужно просто выписать все свои плюсы и минусы, которые у вас есть. Просто выписать их. Какие у вас плюсы, какие у вас минусы, какие у вас достоинства, какие у вас иностатки. Плюсы надо писать созданные руки, которые вы лучше владеете. Минусы соответственно с противоположными рамками. Ну, посмотреть для начала чего больше. То есть больше минусов или больше плюсов. Это важно, чтобы понять в сторону чего у вас перекос. Дальше, дальше. Вам необходимо подобрать соответствие. То есть у каждого качества вашего, которое вы вытащите, так или иначе есть антипод. Ну, проявление этого качества только с негативной стороны, с отрицательной стороны, по вашему мнению, например, ну, или по мнению других людей, неважно. к каждому качеству нужно добавить свою противоположную сторону. Неважно, будь то положительное качество, неважно, будь то отрицательное качество, просто нужно добавить противоположную. и когда вы добавите ко всем своим качествам противоположную, то я предлагаю вам попробовать вот эти вот пары качеств, пары качеств назвать одним словом. Просто одним словом назвать вот эти пары качеств, которые у вас получились. Например, у нас есть такие два качества, как искренность и вспыльчивость. Одним словом назвать эти качества можно как эмоциональность. Надеюсь, не будете спорить с этим. Вот также вам нужно сделать самому со всеми своими качествами. качествами но есть один нюанс который я считаю обязательно нужно иметь в задание то что если вы просто механически подойдете к этому заданию то у вас может ничего не получиться потому что это задание нужно прочувствовать именно прочувствовать то прочувствовать то что вы делаете а для того чтобы прочувствовать то что вы делаете нужно сперва прочувствовать свои качества которые у вас есть а перфиксировать их поэтому прежде чем заниматься так сказать перестройкой понятий относительно того какие у вас положительные отрицательные качества я рекомендую вам отрефлексировать каждое из них отрефлексировать каждое из них это значит подумать а почему именно так я думаю почему именно так я считаю а не иначе откуда мне качество это взялось как как я вообще к нему отношусь к этому качеству почему не заблуждаюсь ли я относительно него и так далее это вот такие важные моменты которые нужно начать ну вы можете сделать это самостоятельно психологом а можете делать это с психологом если есть желание и я думаю что можно действительно психологов менять и одного например с одним психологом проработать это с другим психологом проработать другое здесь нормальная позиция ибо специализация специализация у психолога консула она разная и кто-то справляется там с одним лучше кто-то справляется с другим лучше то есть нужно вот это вот дифференцировать вот но именно конкретно по запросам да то есть кто-то например у нас есть специалисты которые хорошо владеют техниками НЛП и если вы считаете что вам допустим НЛП то вы обращаетесь к НЛП то есть нужно разделить людей ну или психологов по их специальности что каждый из них молит вам дать конечно лучше выбрать себе одного психолога и с ним работать но это опять же подходит не всем а во вторых это ведь знаете как по разным вопросом по разным вопросам по разным вопросам разный психолог но если у вас например проблема общая просто она глобальная то да работать с ней нужно с одним потому что между вами и психологом должно быть доверие между вами и психологом должна быть связь без связи без доверия невозможно что-либо сделать на установление на установление связи на установление доверия нужно время поэтому как правило первые консультации первые консультации это просто работа над доверием то есть это проверка того насколько вы впускаете специалиста к себе внутрь насколько вы ему доверяете и так далее и только по просветке определенного времени уже начинается переформирование того что у вас болит но это я так это я так для простоты утриру вот чтобы вы лучше понимали значит да в результате мысли расходятся с делом правильно потому что мысли у вас это одна реальность одна вселенная а дело это другая реальность другая вселенная потому что дела у вас судя по всему строго подчинены только ожиданиям как это видится мне только ожиданиям других не себя а мысли у вас именно все таки связаны со своими какими-то попредниками и со своими какими-то желаниями вот отсюда есть соответственно такое вот расхождение и да это действительно очень сложно очень трудоемко тяжело и выматывающе выдерживать то что вам приходится выдерживать потому что ну никому не поделаешь бы жить вот в таких противоречиях вот так дальше дальше проблемы с мотивацией также связаны с неумением с неумением и неопределенностью постановки целей ну правильно потому что нету ваших собственных мотивов то есть все переплетено чужие мотивы ожидания ориентация на социум у вас переплетаются с вашими собственными желаниями и так далее и отсюда естественно конечно отсюда проблема с мотивацией вот вы пишите пример купил дом ремонт сделал по комфорту здесь хватает нужно новые цели чтобы мотивировать себя работать и развиваться как профессионал вот видите видите как у вас получается нужно новые цели чтобы мотивироваться Работать и развиваться как профессионал А без мотивации себя работать, вы как будете действовать? Вы не будете развиваться как профессионал без мотивации работать? Нет? А если не будете, то почему? Почему не будете? Как вы относитесь к своей работе? Зачем вы этим занимаетесь, если вам нужна постоянная мотивация для того, чтобы себя заставить развиваться как профессионал? Зачем тогда такая работа? Работа ведь удовольствие просто приносить должна. Сама по себе, а не только как средство. Вы же воспринимаете работу как средство. И скорее всего, вы и все остальное, что делаете, вы тоже воспринимаете как средство для достижения чего-то. Может быть, для достижения какой-то некой, ну не знаю, мифической цели своей. Мифической цели, например, быть успешным. Но, понимаете, еще раз повторяю, это не работает так. Знаете, человеку нужны цели, но есть некие глобальные цели, духовные цели, культурные цели. У вас этих целей нет, потому что вам, скорее всего, опять же, все время внучали, что вы должны быть лучше всех. Вы должны, пацаны, добиваться, добейся, добейся, говорили вам. А сиберная духовная духовность, скорее всего, просто не осталось места у вас. Ну и далее вы пишите про цель автомобиль, далее вы пишите, и в общем, знаете, я тщетно скажу, я это читал, вот. Здесь у вас просто голый рационализм и никаких чувств, то есть просто вот, знаете, такой холодный расчет. Понятно, что, понятно, что ни о каком духовном здесь речи не идет, да? Вот вы пишите, семью подвозить не надо, ничего не надо, автомобиль не нужен, потому что он, допустим, ну, он неэффективен, да, он нерациональный, он дорого обойдется. С одной стороны, вы правы, с одной стороны, но с другой стороны, с другой стороны, подумайте, автомобиль мог бы дать вам комфорт, автомобиль мог бы дать вам моральное удовлетворение. Автомобиль, это просто, если вам нравится автомобиль, ну, просто вам нравится, вы можете его себе позволить, вы берете и покупаете, просто потому что он вам нравится, но вы этого не делаете. Вы не покупаете то, что вам нравится, вы не делаете что-то просто так, вы делаете что-то только, только ради выгоды, только если у этого есть польза. Вы живете в мире пользы, и это тоже довольно большая проблема для вас, потому что вы живете в мире пользы, а в действительности нужно, надо бы жить в мире достоинств, и делать что-то не для чего-то, а просто так. И это, опять же, это, опять же, убеждение ваших родителей, скорее всего. Именно они все время стимулировали вас, и, возможно, и сейчас стимулируют, я не думаю, что они, ну, что они, я думаю, что они живы. Вот, вот, и они сейчас, скорее всего, стимулируют, может быть, как-то негласно, может быть, как-то вот, еще, еще, они стимулируют вас к тому, чтобы вы делали так, как вот они считают правильным. Опять же, опять же, давайте сразу скажем, сразу скажем, что это в известной степени предположение. То есть я не хочу сказать, что именно ваши родители вас вот так воспитывали, что они такие злодеи, такие плохие и так далее. Нет, вполне вероятно, вполне вероятно, что родители ваши, они и желали, и желают вам добра. Но нужно понимать, что каждый, любой родитель, желает добра по-своему, так, как он умеет. И, как бы, вот это очень важно запомнить. Ну, вообще, важно запомнить, что то, что хотят для вас другие, то, что хотят для вас кто-либо. Ну, это всегда некая такая, знаете, условность, некая, всегда такая, знаете, некая, некая, как вам сказать, некая такая, иная реальность, в которой живут, вот, собственно, родители ваши, ну, или кто-нибудь другой, да, то есть не важно, кто. И, понимаете, мою мысль, понимаете, да, то вы движены здесь, опять же, не своими целями, не своими мотивами. Далее, главные мысли должны не участвовать в строительстве физически, а все равно тратить кучу времени, значит, получать дом не нужно. Но, опять же, вы сами исходите из чего? Если вы сами дом хотели бы, если хотели бы, если вы можете его себе позволить, позволите, если вам нравится, если вам хочется. Нельзя всю жизнь жить только ради пользы. Это очень тяжелая и скучная и бедная жизнь. Следующая квартира за границей, в виде плюсы, с другой стороны, я в тишине, пенсионер, окей. Вы, конечно, всего складываются в битвы, но опять мысли спотыкаются на откладывание на завтра, боясь нового, боясь всего. Вы говорите, нужно складываться в битвы. Для чего? Зачем? Если вы откладываете на завтра, значит, вы понимаете, что вам это не нужно. Знаете, я бы вам когнитивную терапию бы рекомендовал использовать для работы. В частности, вот логотерапия Франкла, Виктора Франкла, вот, очень правильно было и полезно. Можете даже вот книги почитать его в интернете. Они есть у Виктора Франкла, любую книгу почитайте его, просто трудный. Я думаю, вам это будет интересно. Вообще, сперва биографию его прочтите, а потом можете посчитать его книги. Вот. Значит, да и приятнее что-то получить из все описанного уже сейчас, чем вкладывать время и деньги, но что-то с непредсказуемым, а, во что-то с непредсказуемым результатом. Приятнее получить сейчас. Именно приятнее. То есть, если вы занимаете детскую позицию, ориентируясь на то, что приятнее, но не на то, что, например, правильно, не на то, что важно. Ну, опять же, детская позиция, это, тут, конечно, вариантов уже побольше, детская позиция, может быть, ваши родители, опять же, наоборот, вас баловали слишком. И они вас баловали, если они вас баловали, то вы, ну, просто-напросто не привыкли вот к тому, что то, что нужно, то, что то, чего хочется, там, надо этого добиваться. Опять же, вам это не в укор, вы не подумайте, это вам не в укор, нет, это просто момент, это просто, как бы, ну, проблема. Для вас это проблема, потому что вы говорите, что, что было бы приятнее, но при этом, простите, вам уже почти 30 лет. Как бы, ребенок отличается от взрослого тем, что он как раз делает не то, что приятнее, а то, что надо, то, что требуется. Вы еще такое впечатление, что то, что надо и то, что требуется делать не хотите. И это вот, на мой взгляд, очень серьезная беда. Как мне, как мне, опять же, видеть. Потому что ориентироваться на то, что приятнее, на то, что легче, это в некоторой степени инфантильное позиция. А инфантильность, это бег от ответственности, то есть не желание брать ответственность на себя, за свою жизнь. Не желание, возможно, даже брать ответственность за то, чего вы хотите, просто. Вот вы чего-то хотите, но вы не желаете брать на себя ответственность за это. Почему? Ну, потому что может быть сложно, может быть сложно, может быть слишком, слишком хлопотно, может быть неудачи боитесь, опять же. Да мало ли, мало ли почему. Но факт то, что вы, как взрослый человек, ответственность за себя не несете. Боитесь, может быть, ее ответственность, может быть, действительно непривыкно, может быть, тяжело она для вас. Может быть, за вас ее кто-то другой брал ответственность. Такое тоже может быть вполне. Вот. Ну, в любом случае, разбираться нужно с этим. Потому что с подобной позиции вам будет довольно-таки тяжело в жизни. Вообще. И лучше было бы, если бы вы все-таки брали на себя ответственность и решали какие-то вещи, какие-то задачи решали бы. Ну, никакие, может быть, прям уж совсем глобальные, да, но, которые вам, скажем, по душе, которые вам по плечу, которые бы вас не деморализовывали бы, не вызывали бы апатию. Ну, естественно, что сперва необходимо очистить ваше мотивационное поле. Мотивационное и потребностное поле. Потому что оно у вас загрязнено очень сильно. Вот. Дальше. Значит, даже если цель поставлена и искусственно стимулируется. Ну, я объясню вам весь генерис проблем, хочется верить. Кстати, куплю квартиру, часть денег у него нужно зарабатывать. Нужно заработать и отдать в течение полугода. Итог. За первые четыре месяца отложил меньше сумму, чем за оставшиеся два. Так как уже горело расплатиться. Ну, понимаете, в чем дело? Ага. Вот именно горело. Именно горело расплатиться. Вот ключевая особенность. Ключевая особенность то, что горело. То есть, когда появилась необходимость. Ну да, без необходимости делать не нужно. В последствии вашего воспитания. Когда человек делает все только по необходимости, это результат, ну, определенных установок. Как вы воспринимаете рациональность, как вы воспринимаете деятельность, как вы воспринимаете труд, как вы относитесь к труду, как вы предпочитаете отдыхать, отдыхаете ли вы вообще. Знаете? То есть, вот именно из таких вот моментов выстраивается ваша картина мир. И естественно, что она у вас выстраивается не совсем правильно. Потому что причины вот именно те, какие я описал. Да? Чтобы мне не повторяться. То есть, именно горит. Вот когда горит, есть необходимость. Просто так, необходимости что-либо делать нет. То есть, даже 6-месячная стимулированная мотивация не работает. Пример 2. За давние, более 10 лет, купил автомобиль в кредит. Странно, вы говорили, что кредит вам не нужен. Вот, что автомобиль вам не нужен. Платить надо было 1 месяц на эту сумму. И только наплатил вовремя. То есть, месяц зарабатывал ровно столько, что выхватал на 1, на 1 и на 1. Ну, это опять же, это опять же необходимость. Есть четкая цель. Значит, ничего кроме цели больше нет у вас. Это вот, опять же, принцип поверности. Вы и прочтите про него. А еще лучше посмотрите мой фильм, который называется «Просто так». Очень вам рекомендую. Пример 2. Более близкий, значит, спонтанно понравился участок. Вот именно, именно, что спонтанно понравился участок. Забегли, придут всплеск эмоциональности. Да? Вы не задумывались о том, насколько, ну вот, скажем так, насколько, насколько странно может быть тот факт, что вам спонтанно понравился участок. Вот так. Почему? Потому что вы, скорее всего, в остальных случаях себя просто зажимаете. Вы, как бы, не позволяете себе чего-то хотеть. Вы не позволяете хотеть себе какой-то участок, например, и так далее. Не позволяете вы себе этого. И внезапно вам чего-то захотелось, внезапно вам захотелось этот участок, вы его приобрели. Спонтан, спонтан. Вы себя зажимаете, зажимаете, засыпаете, и потом вам внезапно чего-то хочется, вы это делаете. Это совокупность внутренних зажимов и некой вашей капризности. Ну, я бы сказал даже, как я уже сказал, инфантильности. Так вот, я захотел, все, надо купить. Надо оно мне, надо оно мне, ну, буду думать потом. Просто вот захотел купить, купил. Кстати, что интересно, у вас вот эти вот мысли-то они постоянно крутятся вокруг каких-то материальных ценностей. Дома, автомобиль, квартира, бизнес. А помимо этого, что-то еще есть? Это очень важно, на самом деле. Далее. Значит, так, ну, договорился на рассылочку, в итоге из-за месяца платил нужную сумму. Это были месяцы с наибольшим моим доходом. То есть, вот такая помесячная стимуляция работает. Ну, то есть, когда вам что-то нравится, когда вы это хотите, и когда ответственность строго дозирована у вас, все получается. Да. Ну, вы же понимаете, что это каприз, это непостоянство, и так жить нельзя. Обобщил мои мысли о высоких достижениях во всех сферах. Максимализм. И то, чтобы все было идеально. Перфекционизм напевается порой о непособность сделать даже первый шаг, из-за этого у вас возникает депрессивное состояние. То есть, что, как мне кажется, с чего стоит начать? Борьба с прекрастинацией нет. Сперва, сперва. Работа не борьба. Не надо борьбы. Не надо ничего подавлять. Не надо ничего ломать. Не надо. Сперва четкое понимание ваших мотивов. Как, зачем, почему, для чего, кто сказал, откуда взялось и так далее. Это первое. Ваши мотивы, ваши мотивы, это самое главное. Потому что я вам уже сказал о том, что они у вас очень размыты. Они у вас очень расплывчатые мотивы эти. Опять быть не должно. Вот. Это первое. Там второе. Второе. Это, да. Прекрастинация. Но опять же, после того, как разберемся с мотивами, нужно подумать о том, какие цели поставить адекватные мотивы. Что вам важно, что вам дорого. Цели-то нужно ставить адекватные, а не завышенные, а не от достижения. Вот нельзя хотеть достижений. Нельзя пристремиться к достижениям. Нужно просто пытаться что-то делать. Из того, что вам нравится, из того, что вас привлекает, например, и так далее. И так далее. Вот так нужно действовать. Действовать. Понимаете? А не так, как вы это сказали. Не так, как вы это представляете сейчас. Далее. После этого уже работа над самоуверенностью и нерешительностью, так как я ее описал. Только после этого. После всех этих моментов. Далее. Третий пункт. Он является самым главным. Его я поставил в начале. Развитие памяти и концентрация внимания. На тренировку памяти очень много упражнений есть в интернете. И концентрация внимания. Я вам предлагаю такое упражнение. Листочек бумаги перед собой берете и 5-6 секунд пытаетесь думать только о нем. Чтобы мысли были только о нем. Получилось. Время увеличиваете. Опять старайтесь. В день раз 5-6, не больше 10 минут, не больше 5 минут старайтесь это делать. Будет у вас внимание развиваться очень быстро. В купе с очищенной мотивационной и потребностной сферой. Это даст нужный результат. Далее. Вы пишите. Давайте устроим мозговой штурм. С чего начать? С поиска психолога или психотерапевта. Самое логичное. Ну, интересно, что вы задаете платный вопрос и ищете психолога. Вы знаете, в платных вопросах психолог не ищет. В платных вопросах, ну, как правило, в платных вопросах хотят получить решение проблемы. Так вот, ведь за это деньги заплатили. Вот. Поэтому, ну, если хотите поискать психолога, пожалуйста. Ну, как вы это будете делать? Интересно. Понимаете? Потому что вот кто-то, например, вам ответит коротко и вы такой, ну, он не очень. Кто-то ответит вам долго, как я, например. И так, вау, он крутой. А потом придете в консультацию, а, ну, ожидания будут большие. А работа-то идет так быстро. И так, ну, вот, опять нарвался. То есть тут вот такой момент есть. Далее. У меня были подобные опыты. Я жаловался на депрессию, апатию, тревожную. Депрессия – это заболевание, которое диагностируется врачом и в результате которого назначается лечение. Нельзя жаловаться на депрессию. У меня не было, как бы, сейчас осознания причин этого всего. Но специалисты, к которым я обращался, видели проблему депрессивного состояния врачом. Ну, это нормально. А вы как хотели, чтобы они в чем проблему депрессивного состояния видели? Вы как вот, вы знаете, как работает психолог? Вы знаете, как вообще его деятельность организовывается? Вы понимаете, как работает психологическое консультирование, например, и так далее, чтобы как-то вот оценивать работу психолога? Чтобы говорить, что вот, интуитивно я чувствовал, сейчас я зачитаю. Поэтому я долго ни с кем не работал, наверное, все-таки интуиция помогла понять, что никто найдет, откуда вы знаете, что вы не туда шли. Только после длительной работы можно понять, туда или не туда. А то бы сейчас год пил антидепрессанты, подавляя симптомы депрессии. Нет, никто вам просто так антидепрессанты не назначает. Антидепрессанты назначают исключительно как средство для терапии. То есть антидепрессанты назначают и усиленная терапия, терапия, группа групповая, индивидуальная, неважно. Антидепрессанты это средство, а не лечение. Так что здесь мне думается, что вы не очень правильно понимаете, как это все работает, либо вам попались непрофессионалы. Еще один важный вопрос. Как найти именно того специалиста, который поведет в нужном направлении? Ну, вы знаете, я только говорю, что вам нужно обратно найти того, кому бы вы могли доверять. Кто? Вот кому вы больше доверяете? Вот посмотрите на тех, кто вам ответил и ответит. Посмотрите. Вот вам, например, нужен, допустим, по старству человек, да? Ну, выбирайте по старству, если вам проще доверять. Если вам легче работать с ровесником, выбирайте кого-то приблизенного к себе, к своему возрасту. Если вам легче работать с женщиной, ну, вы более откровенны с ней, и, соответственно, мужчине вам как-то сложнее раскрываться и, ну, какие-то моменты рассказывать, да? То выбирайте женщину. Опять же, если выбираете женщину, то какую? Мягкую или которая может волшебный пинок дать в случае чего. А так, это не важно, как вы это писали. Понимаете, именно личность психолога важна. А как она будет соприкасаться именно с вашей личностью, можно проверить только пообщавшись. И, как я уже говорил, доверие устанавливается довольно продолжительный срок. То есть это не одна, не две, не три консультации. Иногда это даже не месяц. Вот. Нет, ну, понятно, что за этот месяц, например, работа не будет стоять на месяц. Вопрос в другом. Что бы вам не сказал психолог, вы, скорее всего, его не послушаете. Потому что доверия между вами нет. Это тоже момент. Вот так. Ну и дальше вы вновь, как бы, защищаетесь. Вновь у вас защитная реакция идет. Вы говорите, может быть, все, что я сейчас написал, это в сегодняшней выдумке. А симптомы в другом. Но у вас, если, как бы, депрессивные симптомы, причины депрессивных симптомов, они у вас могут быть только в физиологических нарушениях. Вот это вот единственное, что может быть другое. А так нет. И если вы сами считаете, что, может быть, я сейчас написал выдумки, чтобы понять выдумки это или нет, с вами нужно поработать. Вам нужно пообщаться, нужно, чтобы вы дали больше информации о себе. Такой вот, более детальный, что ли, более такой, ну, целенаправленный, понимаете. Вот. А то вы пишете что-то довольно подробно, вы не уверены в том, что вы пишете. И думаете, что мы можем быть уверены. А нам на что опираться? Нам опираться только на то, что вы пишете. Вот написали бы вы про родителей, например, было бы легче тогда. Потому что родители это объективный факт. Объективный факт. Из этого можно сделать выводы. Но про родителей вы не написали. А исходя из того, что я вижу, исходя из того, что я вижу, то, что вы пишете, это правда. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.